Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Святой Блаженный Николай Псковский Сведения о Блаженном Николае дошло до нас очень немного. Не написано жития святого, однако древние тексты Тропареи и Кондака ему, и краткий рассказ о нем в нескольких списках Псковской летописи дополняются воспоминаниями иностранцев, живших в России в 16-м столетии, и устными преданиями, еще в прошлом веке имевшими хождение на Родине Святого. Псковские летописи свидетельствуют о том, что Николай нес в подвиг юродства или, как говорили в то время Христа ради, «похаб вся творя». Современники псковичи звали его Микула, Микола, Никола, Саулус, что в переводе с греческого означает «блаженный», «юродивый». Чтобы осмыслить события, сделавшие личность блаженного Николая истоль известной в истории Пскова, необходимо остановиться на некоторых чертах юродства этого особого вида православного подвижничества. Юродство известной греческой церкви, но обилие юродиво среди русских святых и высокое народное почитание их на Руси, придает ему особенно русский характер. Подвиг юродства состоит в тайном угождении Богу в молитве и аскетических подвигах в сочетании с притворным безумием с целью принять поношение от людей. Юродивый совершает нелепые поступки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть свои духовные дары от взоров окружающих, или вернее, вырваться из мира этого в наиболее глубоком и наименее приемлемом для разума смысле, освободиться от узы своего социального «я». Юродивый порывается обычными представлениями. У него нет семьи и дома, он не собирает никакого имущества, он не заботится о пропитании. Жизнь Юродивого проходила на городских улицах и церковных папертиях. Иностранец, бывший в России в XVI веке, пишет под непосредственным впечатлением о виденных ему в Москве Юродивых. «Они ходят совершенно нагие, даже зимой, в самые сильные морозы, кроме того, что посредине тела перевязаны лохмотьями». В подвиге Юродства ярко выявляется несовместимость глубокой христианской правды с рационализмом подлинной духовности Божьего человека в суетности мира. Порываясь с миром, Юродивый постоянно напоминает от тленности земного и относительности человеческих представлений. Истина и Юродство увенчивается дарами Святого Духа, духовной власти Юродивого, облеченной чудесами и пророчеством. А география Юродивых свидетельствует, что странные поступки и кажущиеся их безумие приводят к насмешкам, иногда гонения и избиения их детьми или невежественными людьми. Терпение при этом является частью подвига Юродивого Христа ради. Вместе с тем, многие жития и показания современников говорят о прижизненном почитании Юродивых на Руси, вере в их святость и пророческий дар. Юродивых, как благодатных посетителей, с благоговением принимали и в бедной избе, вдовы или пономоря, и во дворце за царским столом. Их чтило духовенство. В погребении Юродивых иногда участвовали епископы. Иностранцы, бывшие в России, пишут, что Юродивых почитали пророками, явно обличаемые ими говорили. Это по грехам моим. Герберштейн. Начало 16 века. Кроме монахов, русский народ особенно чтит Блаженных, Юродивых, Флетчер, 1588 год. Особенное почитание Юродивых и вместе расцвет этого вида подвижничества на Руси приходится на 16-е столетие. Служение Юродивых принимает в это время религиозно-социальный оттенок. Московский Юродивый Василий Блаженный обличал Ивана Грозного, почитавшего и боявшегося его. Несколько позже Иоанн Большой и Колпак на московских улицах открыто говорил о преступлениях Бориса Годунова и пророчествовал о грядущих событиях смутного времени. По мнению одного из современных исследователей русской святости, не случайно, что пророческое служение Юродивых получает в 16 веке социальный и даже политический смысл. Неправда, которая торжествует в мире и государстве, требует корректива христианской совести. И эта совесть выносит в свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее отрицает мир. Юродивые вошли в церковь как поборники Христовой правды в социальной жизни. Схожую эту сторону служения Юродивых оценивали и современники. Упоминавшийся уже англичанин Флетчер писал, «Блаженные указывают на недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет». Но тот же Флетчер, рассказав о большой любви к блаженным и почитании их, как святых замечает, иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они, Юродивые, позволяют себе, от них тайно отделываются, как это было с одним или двумя, в прошедшее царствование, то есть при Иване Грозном, за то, что они уж слишком смело поносили правление царя. Как видно, обличение неправды и для Юродивых было небезопасным. Блаженный Николай Псковский вобрал в себя основные черты святых Юродивых Христа ради, включая особенности, присущие его времени. В воспоминаниях англичанина Джерома Гарсея, лично видевшего Николая во Пскове между 1573 и 1576 годами, дано яркое описание внешней стороны подвига блаженного и того почитания, которым он пользовался у Псковичей. Интересно и важно непосредственно свидетельство современника, но сущность его подвига для Гарсея, как человека западного, была неясна. Подтверждая чудеса, творимые святым, он, однако, считает Николая волшебником и чародеем, связанным с нечистой силой. Гарсей пишет, что в Обскове Николая еще при жизни считали святым, называя Микула свят. Из его святости связывали присущий ему дар пророчества, считали оракулом, святым человеком. Он юродствовал, ходил ногой зимой и летом, переносил сильнейший мороз и чрезмерный жар, делая разные странные вещи. За ним ходили следом, боялись и почитали его, бояре и народ. Обычная для юродивых нагота Николая подтверждается иконографической традицией в описании его внешности в иконописном подлиннике. Память преподобного и святого нового чудотворца подобием надо сет гораздо, аки Павел апостол бродою, но токмогловою пляшат нагвесь. Первое по времени упоминание о Николае как облаженном читается в житии его современника, псковского пустынника преподобного Никандра. В молодости, еще до своего монашеского пострижения, Никандр прожил двенадцать лет в пустынном уединении. Пришел однажды во Псков. В полдень, когда он возвращался от литургии на городской улице неподалеку от церкви Великого Богоявления, ему встретился блаженный Николай, который, еродствуя, якопаха, псятворя, взял Никандра за руку и предсказал ему испытания, которые ждали его в дальнейшей пустынической жизни. Прорече ему прель страсти пустынные. Если учесть приводимые в житии Никандра даты жизни его в пустыне и в монастыре, то встреча с блаженным Николаем произошла в конце 1530-х или в самом начале 40-х годов. Следовательно, подвиг Николая, как еродивого, длился более трех с половиной десятилетий, и значит, он был удостоен пророческого дара задолго до смерти. Согласно местному преданию, блаженный Николай жил неподалеку от Троицкого собора Пскова, в келье под соборной колокольней. Здесь, на соборной площади Псковского Кремля, очевидно, и произошли те события, которые прославили Николая как заступника за Псков. В 1569 году опричные войска, возглавляемые царем Иоанном Грозным, выступили походом из Александровой Слободы в сторону Новгорода. Разгромив Тверь и убив заключенного в отрочем монастыре святого митрополита Филиппа, опричники, грабя и уничтожая попутные города и села, 2 января 1570 года подошли к Новгороду. Болезненно, мнительный царь подозревал город в измене. Новгородский архиепископ Пимен был сведен с кафедры и сослан. Чудовищному разграблению подверглись церкви и монастыри города. Святыни и ценности были вывезены в Александрову Слободу. Опричники грабили и убивали новгородцев, пытали и казнили мирян и духовных, женщин и детей. Число замученных составляло от 500 до 1000 человек ежедневно. Убитых и живых бросали в незамерзающей зимой волхов. Избиение новгородцев длилось более месяца. Из Ситсы писал летописец «Бысь великому Новгороду запустение». Разгромив Новгород, царь взвинулся на Псков. Иоанн готовил Пскову участь в Новгороде. В феврале 1570 года, в субботу первой недели Великого Поста, царь остановился под Псковом в Никольском монастыре в Любятове. Псковская летопись того времени свидетельствует. «Приидет царь и великий князь Иван Васильевич, опричиною со многою ратию, восхоте разорите град Псков, яка же и великий Новгород. Прииде с великой яростью, яка леврыкая, хотя растерзате неповинные люди, и кровь многою пролите». Местное предание, зафиксированное в надписи на чудотворной иконе Любятовской Божьей Матери, гласит, «В лето 1570-е царь Иоанн Васильевич, грозный, идя казнить Псковичей, ночевал всем в монастыре у святого Николая на Любятове, то здесь, во время утреннего пения, взирая на чудотворную икону умиления Божьей Матери, умилившись сердцем, сказал своим воинам, «И ступите мечи о камень, да перестанут убийства!» Это предание подтверждается псковской летописью. Находясь в Любятове, царь услышал колокольный звон по всему Новгороду, Пскову, к утренне, «И умилися душею, и приидев чувства, и повелев всем воям, меча притупите о камень, и ни единому дерзнуть, и ежево гради убийства сотворите!» Воскресенье утром царь с войском вошел в город. Все жители с женщинами и детьми вышли на улицы, и каждая семья стояла на коленях у ворот своего дома, вынеся хлеб и соль для встречи царя. По местному преданию, на одной из псковских улиц навстречу царю выбежал блаженный Николай верхом на палке, будто скача на коне, как это делают, изображая всадников, дети, и закричал царю, «Иванушка, Иванушка, покушай хлеба соль, а не христианской крови!» Царь приказал поймать юродивого, но тот исчез. Запретив убийство, Иван Грозный, однако, имел намерение разграбить город. Кроме того, по свидетельству некоторых источников, убийство все же начали. Царь вошел в Троицкий собор, слушал молебен, поклонился мощам князя Всеволода Гавриила, и, согласно псковской летофисе, пожелал получить благословение у блаженного Николая. Блаженный поучил его многими ужасными словесы, чтобы царь прекратил убийство и не грабил святые Божьи церкви. Но Иоанн не послушал его и приказал снять колокол с Троицкого собора, и по пророчестве святого тогда пал лучший конь царя. Один из списков летописи передает слова Николая и его пророчества. Когда царь пришел в телью блаженного, тот сказал, «Не замай, минухни нас, то есть не трогай прохожий нас, и пойди от нас, не на чем тебе будет бежать». По местному преданию, подтвержденному записками флечера, Николай предложил царю в виде угощения кусок сырого мяса. «Я, христианин, и не ем мясо в пост», сказал ему Иоанн. «Ты пьешь кровь человеческую», отвечал ему блаженный. Испуганный сбывшимся пророчеством и обличенный в злодеяниях, Грозный приказал остановить грабеж, бежал из города. Немцы-опричники, современники-свидетели этого события, писали, «В следствии этого предостережения, устрашения или угрозы, могущественный тиран ушел побитый и престиженный, словно прогнанный врагом. Так неимущий нищий устрашил и прогнал царя со множеством тысяч воинов». Через шесть лет, 28 февраля 1576 года, блаженный Николай скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Подобной чести удостаивали за того лишь псковские князья, а позже, с учреждением в 1589 году Псковской епархии, ее архипастыри, в 1581 году, перед осадой Пскова, войсками польского короля Стефана Баториева, кузнецу Дорофею, находившемуся в Покровском, в углу монастыря, было явление Божией Матери сонным псковских святых, молившихся за город. Среди святых был и Николай Блаженный, а сада города с заступлением Божьей Матери предстательством псковских святых кончилось. С этого времени началось местное почитание Николая. Мощи Блаженного почивает под Пспудом в Кафедральном Троицком соборе Пскова. После построения на месте Древнего Нового Троицкого собора в 1699 году на южной стороне правого предела была устроена дубовая гробница, покрытая доскою с его изображением. При гробнице в особой раме помещены были низанные жемчугам Тропаре Кандак Блаженному Николаю, который в Плацхе и Еродстве быв горнего Иерусалима гражданин явися и царскую державу и смысла свирепства на милость обратив. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова